Рами Юдовин. Зима. Новый год. Я не чувствую этот праздник в Израиле. Лишь календарь напоминает о грядущей смене года. В детских воспоминаниях Новый год это морозный воздух, снег, запах хвои, ароматные мандарины. Не бесплатный, но подарок гражданам великой страны от щедрот партии и правительства. Предпраздничная суета, шампанское. Восторженные и уже красные лица от предвкушения веселья. Даже телек радует. Кто-то шутит, поет веселые песенки. Новогодние комедии по всем двум каналам. Сокращенные уроки по 30 минут. Я шаркаю по грязному снегу из школы домой. На плечах портфель, в руке сменка. Темно-синие брюки почти по колено промокли. Еще один год прошел. Так долго ждать, когда стану большим? Скорее бы. Мои все дома. Все еще все. Елка уже торчит в крестовине, живая, красивая. Пора наряжать ее игрушками, гирляндами, увенчать звездой. Жаль, что не шестиконечный. Мама готовит оливье советской версии. Бабушка селедку под шубой, блинчики, печет ляках. Перепутала Новый год с рожь ошана. Впрочем, у нас давно все перепутано и перемешано. Папу на заводе мужики уже угостили. Мама на него подозрительно смотрит. Бабушка недовольно фыркает. А он счастлив, потому что добрый. А все добрые люди верят в новогоднее чудо. Следующий год обязательно принесет счастье. Только нужно достойно проводить старый. Закопать поглубже все несчастья уходящего года и уже в приподнятом настроении радостно встретить новый. Всех поздравить, всем пожелать счастья, заполнить мир радостью. И вот тогда, вот тогда все будет хорошо. Обязательно. Продолжение следует...